Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! Всем привет! Бонжур, хеллоу, шалом! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем, слава Богу, изучать Тору. И сегодняшняя неделя посвящена Лейлуй Нишама Моше. Сейчас посмотрим, секундочку, как правильно произносится имя. Очень важно. Я думаю, что на небе все равно знают уже точно, куда идет сила от этих уроков. Но правильно сказать обязательно надо, как звали человека. Потому что это как... Сейчас очень точно, еще раз, мне это так нравится. Сходство с криптовалютами, оно удивительное нашего современного мира и духовного мира. Я думаю, что и само понятие биткоин, биткоин, да, оно каким-то образом связано тоже с коинами, с духовностью. Да, то есть это просто какой-то уникальный, удивительный мир. И, значит, мы сейчас видим, написано, что перед приходом Ашеха, перед приходом Ашеха, будет как раз все наполнится Дорда, это называется, поколение знания. Поколение знаний. И нам откроются, нам откроются все, абсолютно все тайны, тайны мироздания. Нам откроются, вот прям мы будем все больше и больше узнавать, значит, мы будем все больше и больше узнавать, как работает мир по-настоящему. И эти уроки Тор или Илуни Шама, значит, Моше Бен Пинхас, Моше Бен Пинхас, да, как Мошера Бейна его звали. Итак, значит, очень важно, мы сейчас, сегодня мы подошли к самые кульминационные моменты, которые есть. И вот сегодняшний урок, он имеет невероятно прямейшее отношение к жизни каждого из нас. То есть я могу так сказать, что сегодняшний урок, сегодня мы узнаем главный ключ, который обеспечивает человеку в жизни удовольствие, радость. И если его не понять и не использовать, то это гарантия страдания, проблемы и сложности. То есть сегодня мы узнаем самую главную тайну хорошей жизни. Представляете, удивительно, вот в Торе, она прям вот, она лежит на поверхности, но не каждый может ее увидеть. Значит, интересно, что сегодня 11-я Швата. 11-я Швата, 10-го Швата, вчера был очень большой день, когда Любавич, это был Йорцет, предыдущего Любавичского Рэбе. И день, когда через год последний Любавичский Рэбе стал Рэбе. И это было вчера. И вот сегодня 11-го Швата начинается книга, которую мы изучаем, Хитас. Она начинается с такого вступления, да, что с чего начинается день? С чего начинается день вообще, да, еврей, вот он просыпается. Первое, с чего начинается? Первое слово, которое произносит еврей на протяжении всей своей жизни, начиная с года, когда он начинает разговаривать, и до последнего момента своей жизни. Какое первое слово, которое должен произносить каждый еврей? И я думаю, что и каждый человек тоже должен начинать день с этого слова. Первое слово, с которого начинается день, звучит так. Моде, а не лефанейха. Моде, а не, это благодарен я перед тобой. Значит, благодарность, моде. И само слово еудим, еудим, да, оно от слова моде, это тот же корень леодот, благодарить. То есть, первое, вот ты открыл глаза и говоришь, моде, а не лефанейха. Благодарен я перед тобой. Мэлэ хайвэ кайям, царь живой и сущий. Шээхизар таби нишмати бэхэмла. Что вернул ты в меня душу мою, раба и монотеха, велика моя вера в тебя. Теперь, если, например, так не сказать. Ну, можно сказать наоборот. Вот, блин, опять этот день. Вот, блин. Что ты выиграешь? Ты, если ты неблагодарен, то ты несчастен. Если ты благодарен, то ты счастлив. То есть, а вот что выбрать, да? Полуполный стакан или полупустой? Это выбор. Вот это главная свобода выбора. Да, Светлана Карачева, чтобы было рифа шлема. И чтобы рифа тэнэфи, чтобы рифа тагуф. И всем, всем, кто выздоравливает, кто сейчас находится в ситуации какой-то ямы со здоровьем, чтобы было всем рифа шлема. Полнейшее выздоровление. И именно выздоровление через то, что мы вчера учили. Как Бог сказал, что я, если будешь ты соблюдать все мои заповеди, постановления и так далее, то я вылечу тебя, а не Ашем Рафеха. Так Бог сказал, что Бог вылечил всех тех, кто сейчас болен. И, значит, вот интересно, да, интересно. Хорошо. Значит, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Когда проснулись, да, сказали ему, да, они. Теперь второе. Обретение неба на земле. Это вторая идея Любавичского Рэбе. Он говорит так. Бог не просто велик, он бесконечен. Будь он просто велик, тогда было бы относительно него что-то больше, что-то меньше. Но так как он бесконечен, то он вездесущ. И нет относительно его ни большого, ни малого. То есть, все, что нам кажется больше, меньше и так далее, относительно бесконечности, все превращается во что? В бесконечность, да. Теперь, значит, сегодня главный урок, вот сегодняшнего отрывочка, это ман, да. Ман, начал выпадать ман. И мы сегодня разберемся, что это за ман такой. Ман это символ, не хлебом единым жив человек, когда Всевышний, он через 30 дней после выхода из Египта закончился хлеб, который они с собой брали. И вот сегодня мы узнаем как раз главные тайны счастья, главные тайны успеха, главные тайны финансового благополучия. Сегодня просто принципиально вообще важный урок, и тот, кто сегодня на него попал, просто я даже всем нам завидую, очень сильно завидую. Потому что узнать вот такое вот просто так, в обычный день 11 швата, он же 13 января, по мнению какого-то Григориана, это Григорианский календарь, вот и Григориан, он говорит. А давайте сделаем, назовем сегодня 13 января. Значит, но по факту сегодня 11 швата. А если просто так смотреть, то сегодня хороший зимний день, хотя тоже назвать его зимним достаточно сложно, сейчас в Израиле где-то около плюс 20, поэтому просто хороший день. Значит, читаем, читаем недельная глава, первоисточник. Пришли они, значит, вот они вышли из Египта, вот раступилось море, вот они три дня шли по пустыне, вот они пришли, начали роптать, вот они пришли в место, где была вода, попили воду, сказали невкусное. Значит, Машер-Рабену помолился Богу, и Бог дал ему кусочек специального дерева, показал, Машер-Рабену бросил его в воду, вода стала сладкой, все, отлично. Значит, двигаемся дальше, что было дальше? И пришли они в город, который назывался Элим, и там было 12 пальм, 12 источников воды и 70 пальм, и остановились они там возле воды. Ну, отлично, прекрасное место, кто хочет увидеть, как это было, вот сейчас есть финиковые пальмовые рощи, такие по дороге к Мертвому морю, там Ерехов, где город и так далее, вот просто видно, что это за финиковые пальмы. И когда идешь через пустыню, а потом ты видишь 12 источников воды и 70 пальм, это прекрасный оазис, такой оазис они. И пришли они туда, там была пустыня, и это был 15 день второго месяца после их исхода из земли Египет. То есть, прошло 30 дней после того, как они вышли, весь народ, чудеса, на седьмой день раступилось море, то есть, уже после раступления моря прошло 3 недели, и они, значит, они уже были в другом состоянии. Вот что интересно, человек, например, с ним в жизни происходит очень много достижений, да, достижений, каких-то радостей, но они же уже все, их нет прошли. Человек постоянно в погоне за новым, в погоне за новым, в погоне за вот еще вот, то есть, он забывает то, что было. И хорошее, и плохое, кстати, тут есть и позитивное, и негативное аспекты, да, как в любом, в любом деле есть две стороны медали. В общем, прошло 3 недели, и что дальше? Стоят они, тут вам пальмы, тут вам источники. Написано, И начали они опять жаловаться, да, вот это слово, Вайолину, жаловаться, жалобщите такие, то есть, есть благодарные люди, а есть жалобщите. Это две вот этих вот, две, две крайности, да, две, два разных состояния. И начали они роптать и жаловаться на кого? На Маше и Аарона, на лидеров, да. То есть, те, которые им помогли, те, которые их вывели, те, которые им давали все добро, но чуть что не так, значит, опять давай на них жаловаться. Значит, и сказали они, сыны Израиля, как они жаловались. Вот, давайте послушаем текст, может быть, вы узнаете тексты очень многих людей, и, может, даже и свои узнаете тексты. Бывает, что ты смотришь иногда, в чужом глазу ты видишь соринку, а в своем бревно не замечаешь. Возможно, что в других людях точно мы эти тексты сейчас узнаем, а в себе может быть, может быть. И сказали сыны Израиля так, ой, прямо они так сказали, ой, кто даст нам умру, кто, не, они сказали так, ой, умереть бы нам от руки Бога в земле египетская. Лучше бы мы умерли в Египте, они говорят, да, то есть, почему лучше бы мы умерли в Египте? Лучше бы мы умерли в Египте, когда мы сидели там возле кастрюли с мясом, и кушали мы хлеб, и насыщались, чем вывело нас в пустыню эту, чтобы мы умерли все вместе здесь от голода. Так они начали плакать и стонать, что вот лучше бы мы умерели там, лучше бы я умер. Вот это что мне вообще, да, я слышал много раз-то эти все высказывания, да, вот там нам было хорошо, а сейчас нам вообще плохо. Значит, и сказал Бог Моше, Бог на это ответил Моше, через Моше Бог им говорит, вот я вам даю сейчас хлеб с небес. И выйдет народ, и будут они собирать каждый день для того, чтобы я испытал их, будут они идти по моей торе или не будут. Значит, Всевышний интересно отреагировал на вот это их жалоб, ну на этих жалобщиках. Он говорит, хорошо, забыли уже то, что было раньше, они уже не помнят, что я их вывел из рабства, они помнят, что раступилось море, они помнят, что они сейчас у каждого по мешку золото есть от этих египтян. Все забыли уже, ладно, я сейчас вам буду давать хлеб каждый день, и я проверю, это приведет вас к благодарности, приведет вас это к радости жизни, приведет вас это к тому, что вы скажете, ну классно, Всевышний нас любит. Он сказал, я испытаю, значит, буду давать каждый день еду на день, но пусть они не выполняют мои заповеди. Что это значит? Бог сказал, что нельзя собирать на завтрашний день, то есть вот вышли, собрали, покушали, завтра дам снова, и перед шаббатом нужно собрать на два дня, а в шаббат нельзя работать, нельзя выходить собирать. Так Бог сказал Муша Рабену и сказал Муша и Арон всем сынам Израиля, вечером вы узнаете, что Бог вытащил вас из земли Египта. Вы вечером узнаете, еще раз вспомните, вы увидите еще раз, какие чудеса Бог делает для вас. Значит, и утром увидите вы славу Всевышнего, когда вы услышите Бешамоет, Луна Тейхем, вы утром увидите славу Всевышнего, что услышал он ваши жалобы на Бога, ваши жалобы на Бога. Значит, вы нахну ма, он говорит, что вы на нас жалуетесь, а мы-то что? Он говорит, мы с Аароном, что мы? Он говорит, нас вообще нету. Я сейчас вам расскажу, но это есть очень в уснаторе сильный комментарий. Прямо написано так, вы нахну ма, он говорит, а что мы? Давайте посмотрим, что Раша объясняет, что мы? А мы, чего мы стоим? Кто мы такие? Ма, анах, ну, хашу, вима. Он говорит, чего вы на нас вообще? Мы просто проводники того, что Бог делает. Все, мы, значит, от Бога передаем вам какие-то слова. Все. Теперь, значит, в Торе Машерабену приводится как пример Анаф Миколь Адам, самый скромный из всех людей. То есть Анаф – это тот человек, у которого нет эго, у которого он понимает, что он всего лишь не больше, не меньше, а он просто в потоке, вот, все делает Всевышний. У него нет его эго, он понимает, что, ну, всю иллюзорность своего присутствия вообще в этом мире. И, значит, в Талмуде разбирается такая интересная вещь, что чем более человек это осознает, чем более он скромный, тем более он великий. И приводится несколько примеров. Например, приводится пример царь Давид. Царь Давид, который захватил там все окрестные страны, был невероятный воин, который Галиата победил, отрезал ему голову. Царь Давид, когда он говорил о себе, он в Таилиме, в Псалмах, он писал так, он говорил, значит, «Ани-то-ла-а-вело-иш», он говорит, «Я червяк и не человек», говорил он про себя. «А когда его Шиме-бен-гера, когда сын его, Афшалом, восстал на него, он ушел со своими воинами из Иерусалима, и когда он выходил, вышел ему навстречу человек по имени Шиме-бен-гера, и начал его позорить, и кричать ему, ты вообще там, ну, очень позорил его, прям в Танахе написаны те слова, которые он говорил. И военачальник царя Давида ему говорит, давай я сейчас убью эту собаку, которая царя позорит, а царь Давид ему говорит, нет, говорит, не трогай его, это не он меня позорит, это Всевышний меня за что-то наказывает, и может быть, я сейчас своими страданиями искуплю какие-то мои грехи, Всевышний меня простит». То есть он, в принципе, не воспринимал мир, он весь мир, все события воспринимал как разговор Бога с собой. Теперь, дальше приводится пример Авраама, когда Авраам, который был с Богом, вообще прям, он был, прям соединился с Богом, да, когда Авраам разговаривал с Богом, то там есть такая фраза в Торе, когда он говорит, говорил о себе, он говорил так, он говорил «Маани, кто я, он говорит, Афар ваэфер, он говорит, кто я, я прах и пепел». Так он себя считал, он говорит, ну кто я вообще, где я, меня вообще нет. Вот это вся какая-то мыслительная история, которую я себе рассказываю, или это тело, которое, таблица Менделеева, ходячая лужа, да, там, 70% воды, так человек это вертикально стоящая лужа, представляете, которая почему-то вертикально стоит, вообще непонятно как стоит, ночью выключается, вообще ночью себя не контролирует, потом проснулся и такого мнения о себе, что, типа, я прям все контролирую, весь мир мой. Авраам Авину понимал, что он говорит «Маани, Афар ваэфер». Тора говорит, но самый скромный был Маше Рабену, когда он говорил о себе, он говорил «вынахну ма», он говорит «а что мы?», он говорит «нас вообще нету». То есть этот царь Давид, он говорил, что он червяк, Авраам говорил, что он прах и пепел, а Маше Рабену говорил «а меня нет, меня вообще нету просто, меня нет». Поэтому он был самый скромный, вот здесь это написано. Хорошо. «И сказал Маше дальше, и сказал Бог тогда им пророчество людям, когда даст Бог вам вечером мясо кушать, а утром хлеб, чтобы вы насыщались, ибо слышит Бешмо Ашем Эт Луна Техем, когда слышит Бог ваши жалобы, которые вы жалуетесь на Него». В «вынахну ма», он еще раз говорит, а мы-то кто? Не на нас ваши жалобы, а на Бога. То есть когда вы жалуетесь на кого-то, вы же не на кого-то жалуетесь, он-то тоже орудие в руках Всевышнего. То есть человек, который жалуется, он жалуется на Бога. Он недоволен, что Бог ему сделал не так, как он хочет. Но Бог-то, он сделал, понятное дело, что Бог делает то, как он делает, это реальность. Но почему он эту реальность сделал? Человек себя должен спросить. Если уже на кого-то жаловаться, так на себя. «Как же я так сделал-то, что я попал в эту ситуацию? Как же я мог так сделать?» И то с собой тоже не надо слишком там передебать палку, значит, а нужно просто исправить, сделать что-то по-другому и так далее. Но ни в коем случае это самая бесполезная вещь – жаловаться на Бога или на других людей. Другие люди, они никогда не согласны, что они делают вам плохо. Бог, тем более, он делает вообще все хорошо. Все делает все хорошо. Бог о нас заботится. Если бы Бог хотел, вот вопрос Дамир задает, что с душой во сне происходит. Если бы Бог хотел кому-то сделать плохо, то человек бы просто не проснулся бы. Нет его. Вообще бы Бог не давал бы человеку жить. Но человек просыпается, и он говорит, спасибо тебе, что вернул ты в меня душу мою. Во сне душа уходит туда. Человек отключается, как компьютер такой, в режиме стендбай. И, значит, потом Бог ему возвращает сознание. Надо за это благодарить. Значит, и сказал Маше Аарону, скажи всей общине сынов Израиля, чтобы они приблизились к Богу, потому что Бог услышал ваши просьбы. Значит, и было. Когда говорил Аарон к общине Израиля, повернулись они к пустыне, и вот к вод Ашем не рабе Анан. И вот слава Всевышнего, вот этого Творца Мироздания, она показалась в мире. Да, показалась она в облаке. Вот сегодняшний отрывок заканчивается. Давайте теперь как-то его структурируем, подведем итог. Значит, когда человек жалуется, он вступает в конфликт с тем, на кого он жалуется. То есть жалоба – это подавленное или видоизмененное нападение. То есть жалоба и нападение – это, в принципе, одно и то же. Только если человек считает себя сильнее, чем тот, на кого он жалуется, он будет на него нападать. А если он просто на него жалуется, то он чувствует, что у него сил нет нападать, но он бы напал. То есть жалоба показывает, когда один человек другим недоволен, это значит, что он на него хочет напасть. Понятно. Нападать на Всевышнего нет никакого смысла, потому что ты получаешь в этом мире всегда отражение того, что ты выдаешь в этот мир. Если человек жалуется на другого человека, то он от другого человека может получить только неприязнь и такое же отношение. Если человек жалуется на Бога, то он может от Бога получить в ответ тоже такое же отношение. Если человек, он такой вот негативщик, который жалобщик, да. В общем, 10 раз, написано в Мишнем в Пертьевод, что 10 раз выступали евреи после выхода из Египта против Бога, и на 10 раз уже Бог сказал, все, хватит, я вам все эти 10 раз прощал, 9 раз, на 10 раз уже не прощаю. 10 раз это был, когда они вот этим же своим подходом жаловались на землю Израиля, на разведчиков, на то, что Машер Абейну их вывел, на то, что Бог их вывел, и получилось, что я читал книги Урав Шалом Аруша, книга называется Сад Благодарности. Я сейчас, кстати, купил специально эти книги, Елька, дай мне, пожалуйста, вот книжечку покажу. Я купил эти книги специально, 20 штук, чтобы дарить всем жаловщикам, то есть, если им повезет, одну можно было взять, вот я купил целый, видите, целый ящик купил этих книг, вот они, вот у меня, и, значит, вот эта книга называется, чтобы жаловщикам раздавать, книга называется Сад Благодарности. Сад Благодарности, в котором как раз Раф Шалом Аруш пишет, что они могли дойти до земли Израиля за неделю, если бы они были благодарны Богу, если бы они через Благодарность соединились бы со Всевышним. Но из-за своих жалоб они задержались на 40 лет, и он подсчитал, что неделя пути относительно 40 лет, то это там в 5500 раз. В 5500 раз задерживает получение добра жалоба, то есть, это удивительная вещь, но оно так работает, представляете, то есть, человек, который жалуется, он в 5500 раз ухудшает свою жизнь. Все, я желаю всем нам, чтобы мы не жаловали, чтобы мы благодарили Всевышнего, чтобы мы вошли в состояние вот этой вот потока благодарности, радости, и тогда Всевышний нам покажет самый короткий, самый правильный путь к счастью. Это, кстати, система тоже Равша Ломаруша, он говорит, когда у человека есть какие-то неприятные ситуации, нужно в 100 раз благодарить Всевышнего и просить его показать, что нужно исправить, что нужно исправить, чтобы вот эта ситуация, которая мне сейчас дает боль какую-то, она исчезла. Все, мы видим, откуда это корни, что мы видим, что действительно это нормальная ситуация в мире, то есть, когда человек жалуется на то, что есть люди неблагодарные, это тоже плохо. Это тоже плохо, то есть, это такая же жалоба, как и жалоба любого жалобщика, да? Поэтому, слава Богу, что есть люди неблагодарные, слава Богу, что Всевышний нам дает увидеть разницу между человеком благодарным, счастливым и неблагодарным. Слава Богу, что Всевышний нам показывает, насколько больно и неприятно неблагодарность, и, может быть, это заставит нас сегодня 100 раз сказать спасибо тем людям, которые делают нам добро, и быть самим благодарными, да? Это очень важно. Все, тогда раба всем, спасибо вам, что вы приходите на уроки, спасибо вам, что вы помогаете в Айкре, спасибо вам, что вы заходите на... Спасибо всем лекторам, которые помогают в Айкре, которые выступают, и спасибо тем, кто поддерживает этих лекторов. Всем огромное-огромное спасибо. Все, удачи, успехов, чтобы были божественные благословения. И спасибо Всевышнему, спасибо Всевышнему, что Он дает нам вообще возможность такую уникальную, возможность жить в такое уникальное время, уникальнейшее, уникальнейшее время. Спасибо всем, счастливо, всего хорошего.